В разрабатываемую программу действий по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе от жителей Переиртыши поступило 2400 предложений. В Пластном Акимате провели заседание, на котором обсудили главные задачи, которые предстоит решить в 2022 году. В текущем году в жилищном строительстве Павлодарской области планируется ввести 471 300 квадратных метров. Тем не менее, у нас остро стоит вопрос с жильем, признался Аким области. Вводимый механизм аренды жилья для социально уязвимых слоев населения не полностью решает существующую проблему, особенно для Павлодара. В рамках генерального плана развития областного центра А. Найти новые точки роста жилищного строительства Б. Обеспечить максимальный переход от точечной застройки, комплексной и квартальной застройки И. В. Вести так называемые новые стандартные жилья и прилегающие территории В ближайшее время мы обсудим эти вопросы на отдельном совещании по развитию города Павлодара. Я даю один месяц Акиму города Павлодара Байханову для подготовки четких и окончательных предложений. Тарифы на коммунальные услуги заморожены до 1 июля текущего года. Введен мораторий на повышение тарифов водоснабжения, водоотведения, теплогаза и электроснабжения. Этот вопрос должен быть на жестком контроле. Еще одна проблема, которую предстоит решить – закредитованность населения. По итогам прошлого года рост потребительских кредитов в нашем регионе составил 32%. Все это накладывается на то, что многим жителям при ретеше не хватает финансовой грамотности. Банка второго уровня, к сожалению, нет. Есть информация, как быстро получить потребительский кредит, но для каких аудиторий, для каких категорий это может быть риском – этой информации нет. Во всех ломбардах, других микрокредитных организациях эта информация такая, знаете, она, можно сказать, не то что закрыта, она в непонятном виде изложена. Поэтому нам необходимо провести анализ данных Первого кредитного бюро по категориям должников потреб кредитов и с учетом этих данных принять меры по профилактике, по повышению финансовой грамотности. Глава региона также призывал, чтобы все увидели реальную работу бюджетов народного участия, публиковать их, сделать их прозрачными. Для этого надо подключать обновленные общественные советы без участия государственных служащих. Мурат Белмажит и это САКПАРАД.